Установка, которую я вам сегодня покажу, называется фрикционным осциллятором. Ее основу составляют два колеса, которые связаны друг с другом ременной передачей. И когда одно колесо вращается по часовой стрелке, другое колесо вращается с такой же скоростью против часовой стрелки. А приводить движение эти колеса будет вот этот электромотор. Я включаю мотор, и колеса начали вращаться навстречу друг другу. А теперь мы возьмем пластмассовую трубку и положим ее сверху на колеса. Я подталкиваю ее с одной стороны, и трубка начала качаться, как будто это грузик на пружинке или подвешенный маятник. Давайте построим график движения от центральной точки трубки и посмотрим на него. И мы видим обычную синусоиду, характерную для гармонических колебаний, когда возвращающая сила пропорциональна отклонению тела от положения равновесия. Объясним, почему так получается. Прежде всего, мы имеем здесь классический случай – балки, вес которой распределяется на две опоры. Когда центр тяжести балки находится посередине между опорами, нагрузка на обе опоры одинаковая. А когда центр тяжести смещается к правой опоре, нагрузка на нее возрастает, а на левую уменьшается. Но колеса вращаются навстречу друг другу, и поэтому в каждый из точек соприкосновения возникает сила трения скольжения. При этом на правом колесе сила трения больше, чем на левом, и разность этих двух сил возвращает балку в первоначальное положение. Балка проскативает по инерции, и теперь сила трения стала больше на левом колесе, и балка пошла вправо, и таким образом она качается то в одну, то в другую сторону. Чему же равен период колебаний такой балки? Если ее центр тяжести сместился на расстоянии х от оси симметрии установки, то тогда возвращающая сила f, равная разности двух сил трения, равна мю, коэффициент трения, умножить на вес балки mg. И здесь надо написать отношение двух длин, в числителе х, а в знаменателе а, где 2а расстояние между осями колес. И еще надо не забыть поставить знак минус, потому что сила является возвращающей. Если балка смещена вправо, то возвращающая сила действует влево. Мы видим, что сила пропорциональна смещению, поэтому колебания балки будут гармоническими, и период таких колебаний t будет равен 2π умножить на квадратный корень, в числителе стоит расстояние а, а в знаменателе коэффициент трения мю и ускорение свободного падения g. Посмотрим на эту формулу внимательно. Мы видим, что период колебания не зависит ни от длины балки, ни от ее массы. И он также не зависит от диаметра колес, на которые положена балка. Но самое удивительное, что он не зависит от частоты, с которой эти колеса вращаются. А теперь давайте проверим это на опыте. Я подаю на мотор напряжение 3,5 В, и трубка качается с периодом в 1,5 секунды. А теперь мы повысим напряжение до 5 В. Колеса стали вращаться сочетственно быстрее, а период колебаний трубки остался практически тем же самым, 1,5 секунды. Точно так же можно проверить независимость периода и от других параметров, которых нет в этой формуле. Но посмотрим, какие параметры установки в ней содержатся. Это расстояние А и коэффициент трения μ. Изменение расстояния между колесами мы промоделировали в программе «Живая физика». Расстояние между осями нижней пары колес здесь в 4 раза больше, и поэтому период колебаний нижней балки в 2 раза больше, чем у верхней, как и предсказывала теоретическая формула. А что касается коэффициента трения μ, то чем он больше, тем меньше период. Если коэффициент трения неизвестен, то можно выразить его из этой формулы и измерить, зная период колебаний. Именно такой способ измерения коэффициента трения скольжения предложил замечательный русский-американский ученый-механик Степан Прокопьевич Тимошенко. Поэтому фрикционный осциллятор называется осциллятором Тимошенко. Мы измерили с его помощью коэффициент трения пластмассы по пластмассе, и он оказался равным 0,15. А потом мы сделали другое измерение по углу наклона, при котором трубка начинает скатываться с колес. И получили при этом практически то же самое значение. Теория фрикционного осциллятора, которую мы вам рассказали, хорошо известна. И тем не менее, в этом году задача про фрикционный осциллятор была предложена для исследования участникам международного турнира юных физиков. Спрашивается, что же здесь исследовать, если все давно уже описано в учебниках. И тем не менее, настоящее глубокое исследование с этого места только начинается. Во-первых, в формулу для периода колебаний стержня частота вращения колес вообще не входит. Спрашивается, а что тогда будет, если колеса начнут вращаться не с одинаковыми, а с разными частотами. И в конце концов, что будет, если одно из колес вообще перестанет вращаться? Кажется, что при таких условиях стержень все-таки уже не будет раскачиваться. А теперь я покажу вам еще один интересный опыт. Сейчас напряжение составляет 3 вольта, а я постепенно подниму его до 5,5 вольт. И посмотрите, что происходит. Трубка начинает раскачиваться и в какой-то момент попросту слетает с установки. А теперь мы возьмем металлическую трубку и положим ее на эти же колеса. Подтолкнем. И вместо того, чтобы раскачиваться, трубка останавливается в среднем положении. Спрашивается, почему же это происходит? Чем металлическая трубка отличается от пластмассовой? Давайте обсудим этот вопрос в комментариях к нашему ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!